Здравствуйте! В эфире итоговая программа «Факт» в студии Сергей Довголюк. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел встречу с председателем Можилиса парламента Кобибулой Джакуповым, сообщает Кастак. В ходе встречи были обсуждены основные направления деятельности Можилиса. Как отмечается, Назарбаев отметил плодотворную работу парламента по законодательному обеспечению и реализации пяти институциональных реформ. Президент также подчеркнул, что сегодня перед депутатами стоят важные задачи, успешное выполнение которых напрямую связано с благополучием казахстанцев. Внеочередные выборы депутатов Можилиса парламента Казахстана пройдут в марте текущего года, сообщил Кастак. Внеочередные выборы в Можилис предположительно пройдут в марте этого года. Значит, скорее всего, в январе должны объявить о досрочном прекращении полномочий Нижней Палаты и в течение двух месяцев провести выборы нового состава депутатов. Одновременно с выборами в парламент должны пройти и выборы в Маслихаты, местные органы представительной власти, сказал источник агентства Кастак. Очередные выборы депутатов в Маслихатов в Казахстане прошли 15 января 2012 года. Срок полномочий местных органов представительной власти – 4 года. Аварийная посадка Boeing авиакомпания Air Astana в Атрау совершена из-за неисправности системы контроля давления в салоне воздушного судна, сообщили в авиакомпании. Накануне самолет Air Astana, выполнявший рейс Москвы-Алматы, совершил экстренную посадку в международном аэропорту Атрау. На борту находились 119 пассажиров и 11 членов экипажа. Государственный театр оперы и балета «Астана-Опера» планирует провести 10 спектаклей в странах Европы в 2017 году, сообщил директор «Астана-Опера» Талеубе Кальпиев, передает Кастак. «Где-то полгода назад мы пригласили ведущих агентов в «Астана-Опера» на предмет просмотра наших спектаклей и дальнейшего нашего сотрудничества. Это такие страны, как Голландия, Бельгия, то есть страны Бенелюкса. Приехали пять представителей разных агентств, посмотрели несколько наших балетов и выбрали Бахчестарайский фонтан, который, возможно, будет иметь коммерческий успех. А это связано с большими затратами. Выезд большой труппы, сказал Альпиев. О городских новостях вы узнаете сразу после рекламы. Не переключайте. Вы смотрите программу «Факты». Мы продолжаем. Порывистый ветер, снег и метель. Такая погода ожидает октябинцев уже в ночь на вторник. В районах области температура воздуха будет достигать 13-18, местами минус 8 по Цельсию. На пару градусов будет теплее в самом октябре. Ветер с западных направлений до 14 метров в секунду. А вот во второй половине недели наш регион накроет антициклон. 13-14 Активенская область будет находиться под влиянием антициклона. Поэтому мы ожидаем морозную ясную погоду без осадков. Возможно, туман по области. Ветер будет с восточной составляющей, юго-восток-восток. 9-14 метров в секунду. Температуру ночью ожидаем по области 18-23, местами 28 мороза. Днем 7-12, местами 15. И 14 января ночью 10-15, местами 18. Днем 3-8, местами 13 мороза. Несмотря на предупреждения спасателей о непогоде, все еще остается октябринцы, игнорирующие опасность на дорогах. Так, между поселками Акжар и Тасай, что в Хромтауском районе, вот уже трое суток в снежном плену остаются около 20 человек. Они выехали на легковых автомобилях в районный и областной центры, однако застряли в заносах. Помощь люди ждут с прошлой пятницы. И мы вот по Акжар заехали сейчас, кто куда, по знакомым, разъехались. Не голодуем, не мерзнем, но просто не можем попасть домой. Три дня уже. Говорят, ждите, техника сейчас подъедет. Ждите, техника сейчас подъедет. Вчера до 10 ночи стояли, ждали. Сказали, сейчас подойдет, сейчас подойдет, сейчас подойдет. И не подошла. Мы едем, ну, кто с Хромтау, кто с Актюбинска в Тасай. Мы жители Тасая села. По словам терпящих бедствий, они не сразу обратились за помощью, а пытались самостоятельно проложить себе дорогу. Однако их усилия не увенчались успехом. В итоге некоторые люди, бросив свои автомобили, ушли пешком в соседний аул. Благо, погода улучшилась. Тем временем в областном департаменте по чрезвычайным ситуациям отметили, что на сегодня силами Каза Автодор все трассы республиканского значения расчищены. За расчистку проселочных дорог отвечает подрядная организация, выигравшая соответствующий тендер на уровне районов. Терпящим бедствия обещали помочь в Акимате Тасайского сельского округа, глава которого отметил, что сейчас снегоочистительная техника на ремонте. По его словам, машина вызволит из снега завтра утром. В Актюбе ведется активный вывоз снега. По информации работников ЖКХ, в данный момент очищаются улицы районов частной застройки города. Такие как Алтай-Батыра, Некрасово, Заводская, Месоедово, Парижской коммуны, Эмбинская и другие. Круглосуточно на вывозе снега дежурит 22 бригады. Как нам известно, в 2016 году по содержанию автомобильных дорог в зимний период занимаются 14 подрядной организации. Это 240 единиц спецтехники. На сегодняшний день по вывозу снега из частных секторов закончено улицей Алтай-Батыра, Некрасово. Это участок от Персиево до Ахтаново. Также улица Заводская. Это участок района остановки Малышка. В ночное время суток работниками ЖКХ проводятся работы по очистке центральных улиц города, а в дневное в трестепенных. Всего с начала зимнего сезона с территории Актюбе было вывезено 40 тысяч тонн снега, половина из этого количества, в течение первой декады января. Накануне в Актюбе загорелся один из крупнейших фитнес-клубов города. По информации ДЧС, пожар произошел в сауне фитнес-центра, расположенного в 11 микрорайоне. Сообщение о сгорании поступило на центральный пульт пожарной связи в 11 часов 52 минуты. Со слов пожарных, для того, чтобы прибыть на место происшествия и потушить огонь, им понадобилось чуть более 20 минут. Вчера, 10 января 2016 года, в 11.52 поступило сообщение о загорании сауны в фитнес-клубе World Plus. Первые пожарные подразделения прибыли к месту вызова уже через 4 минуты. В 12.13 поступило сообщение о ликвидации. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 38 человек, пострадавших нет. Ущерб и причина устанавливается. Во время устранения возгорания из здания фитнес-центра было эвакуировано 38 человек. При этом никто не пострадал. Причина и сумма ущерба сейчас выясняется. При проведении первоначального осмотра места происшествия было обнаружено 9 использованных огнетушителей, что, по словам пожарных, доказывает. Возгорание произошло задолго до сигнала в службу пожаротушения, так как работники сауны некоторое время пытались ликвидировать его самостоятельно. Уровень инфляции в Актюбинской области по итогам прошлого месяца составил 0,9%. Цены на продовольственные товары в декабре 2015 года выросли на 1,4%, на непродовольственные – на 1,1%. Больше всего изменения претерпели цены на соусы, макароны, изделия и крупы. Стали дороже также соки, овощи и фрукты. Лекарственные препараты, бытовую технику и автомобили Актюбинсом также стали продавать по возросшим ценам. Пожалуй, впервые в отчете статистиков почти нет ни одного товара или услуги, которые хотя бы из-за сезонности несколько подешевели. Если сравнить рост цен с ноябрем 2015 года, то цифры, по сути, не пугают. Но если взять за пример цены декабря 2014 года, то картина не впечатляет. Так, в прошлом декабре, по сравнению с ситуацией годичной давности, цены на продовольственные товары повысились более чем на 10%, на непродовольственные – на все 20%. И это, похоже, не предел. Больше всего изменения претерпела стоимость медикаментов и еды. Так как были праздники, повысились цены на майонез. Составило 7,4%. Мясо птицы на 4,8%. Соки на 4,6%. Овощи свежие на 3,1%. Из них был отмечен рост цены на капусту составил 16%. Средняя цена – 87 тенге за килограмм. Одежда, мебель, чистящие средства подорожало все. Изменились ценники также на все виды горючего, а также автомобили. Заказывать международные звонки стало дороже почти на 30%. Сделать памятный снимок на 11,5%. Арендовать квартиру на 3,6%. На этом фоне подешевели разве что авиаперелеты. Стоимость услуг воздушного транспорта снизилась почти на 4%. Акмарал Майкуз, Вожеслан Жубаев, программа «Факт». Сегодня в городском Акимате были рассмотрены вопросы, касающиеся программы развития территории города на 2016-2020 годы. В обсуждении данной темы приняли участие Аким города Бигбул Сагын, руководитель отдела экономики и бюджета Серик Наби и депутаты городского Маслихата. Программа развития города, рассчитанная на 5 лет, представляет собой документ, в котором прогнозируется поэтапное планирование развития города и состоит из 7 направлений. Это развитие экономики, социальной сферы, развитие инфраструктурного комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, состояние экологии и земельных ресурсов, государственных услуг и территориальное развитие. Основной акцент был сделан на преимуществах, которые имеются в нашей области. «Развитый многоотрясливой индустриальный центр, инновационные активные предприятия позволяют расширить комплекс высокотехнологичных и наукоемких производств. Активное развитие животноводства способствует увеличению агропромышленного потенциала и продовольственной безопасности города. Наличие развитого транспортного комплекса обуславливает статус транспортного и транзитного центра Казахстана. «Развитая сеть медицинских клиник, использование инновационной методики диагностики и лечения профилакторных учреждений, сильная медицинская научная база позволяет развивать кластер медицинского туризма». Не обошлись стороной и негативные тенденции экономического развития. Так, например, число промышленных предприятий за последние три года сократилось на 4,6%. Также произошло сокращение горнодобывающей промышленности за 9 месяцев прошлого года на 40%. Зато в будущем планируется активно развивать медицинский туризм, агропромышленный комплекс и химическую промышленность. «Последние пятилетия, если по анализу судить, имело большое развитие. И здесь имеется в виду гостиницы не в той части, вот такие премиум-класса, как «Широтон», а конкретно при медицинских учреждениях на их территории рассматривается вопрос такой, чтобы из других регионов, допустим, тех же соседних, западного Казахстана, там Суральская, Сатрау, Сахтау, имели возможность приезжать, лечиться и проживать, допустим, с Ацана, чтобы на территории было это все». Как было отмечено, в ближайший месяц будет составлен план, который должен привести к реализации программы развития города в течение ближайших пяти лет. Айшат Ибрагимова, Жасулан Жубаев, программа «Факт». Сегодня в Центре обслуживания предпринимателей регионального филиала Фонда Дому состоялась пресс-конференция по итогам 2015 года. Участие в ней приняли представители государственных, общественных и бизнес-структур. Минувший год оказался для Фонда Дому показательным и плодотворным. Показательным, потому что те направления, которые изначально находились не в лучших позициях по бизнесу для нашей области, все же смогли выйти на уровень развития. А плодотворным, потому что есть конкретные результаты, которые доказывают активность октябрьских предпринимателей. У нас произошел кратный рост по проектам сельской местности. Если смотреть по субсидированию, у нас в два раза произошел рост в районах области. По гарантированию проекта, где нужно предоставлять залог по кредитам, у нас в пять раз произошел рост. И, соответственно, мы радуемся. Почему? Потому что фактически банки начали кредитовать село. Это уже хороший показатель. Плюс у нас заработали программы по стартапам. У нас тоже произошел рост почти в три раза по молодым проектам. Большую роль в решении вопросов развития сельского предпринимательства сыграла разъяснительная работа, проводимая мобильным центром Дому. Молодежь также стала смелее браться за воплощение своих идей. В основном первые шаги стартаперы сделали в социальной сфере. Мы получили кредит от фонда Дому под 14% банка. И Дому оплачивает 7% годовых. Это помощь от государства. Сумму потратили на приобретение жилого дома и на реконструкцию. На данный момент детский сад действует. В дальнейшем планируем дальше развиваться. Не остались в стороне от кредитования по дорожной карте бизнеса и компаний, занятые в промышленности. Так, в области был поддержан 71 проект на сумму свыше 6,5 миллиардов тенге. Это производство крупы, хлеба, мясных и колбасных изделий, а также лекарственных средств. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт». В Ак-Тубе с января заработала так называемая местная полицейская служба. Она объединила сразу несколько силовых структур. Теперь правоохранители будут отчитываться о своей деятельности перед Акиматами и Маслехатами. О своей новой должности и обязанностях сегодня рассказал Канат Алиев, начальник Актюбинской местной полицейской службы. Новшества в жизни Актюбинской полиции начались с 1 января. По всей стране и наш регион не стал исключением. Теперь заработала и так называемая местная полиция. В ее структуру вошли сотрудники, ранее входившие в структуру административной полиции. Это участковые, инспекторы, по делам несовершеннолетних, защите женщин от насилия, дорожно-патрульная и природоохранная полиция. Но возглавил новое ведомство, как известно, полковник Алиев. Теперь Канат Алиев не реже двух раз в год будет отчитываться перед Акиматами и Маслехатами. Теперь Канат Алиев не реже двух раз в год будет отчитываться перед Акиматами и Маслехатами и один раз в год перед населением. Пожалуй, это и есть главное отличие административной полиции от вновь созданной местной. Вообще стоит задача сближения общего населения, народа к полиции. Открытость полиции должна быть. Просто здесь в чем отличие? Будет спрос просто двойной. Двойной спрос. Если ранее мы только вертикально подчинялись и работали своими, значит, чисто по своим министерским направлениям, МВД сами по себе там, значит, ну, конечно, взаимодействовали с Акимами, но теперь сейчас будем уже в тесном контакте с местными исполнительными органами работать. Сотрудники местной полицейской службы, это 1200 человек, имеют единый правовой статус сотрудников правоохранительных органов, их материальное обеспечение и социальная защита регламентируются казахстанским законодательством. Также теперь Акимы всех уровней имеют полное право требовать выполнения от местной полиции на соответствующие территории, выполнения задач по профилактике правонарушений, обеспечения охраны общественного порядка. В чем еще отличие? Значит, и ответственность местных исполнительных органов профилактики, в общей профилактике. Если раньше только органы внутренних дел за общую профилактику и индивидуальную профилактику отвечали там за все, как под учетный элемент, также по нулевой терпимости и тому подобное, а на сегодняшний день будет, как у меня двойной спрос будет, так же будет и спрос у местных исполнительных органов в лице, значит, Акимов области, Акимов района. Будут спрос. Раз с них будут спрашивать, естественно, они будут спрашивать. Здесь плюс вертикальное подчинение МВД у нас также остается. Ну и в районных органах внутренних дел со дня на день тоже начнут создавать компактные управления местной полиции, пока в ДВД еще занимаются организационными моментами. Но сами горожане в своих пожеланиях хотят, чтобы местная полиция была действительно ближе к народу. Я так не думаю. Вряд ли. Что вы так не думаете? Что это чем-то поможет. Вы имеете в виду создание новой службы? Конечно. Ну почему вы так думаете? Будет все так же. Что конкретно вы имеете в виду? Допустим, ставили у нас вот эти полицейские будочки, ну поставили, построили, потратили деньги опять на наши налоги, правильно? И что это эффективно? Это опять не сработало. Так же будет и сейчас. Возьмутся с энтузиазмом, начнется все движение, и потом все-таки все вернется. Как вы думаете, что это даст обычному населению? Населению, спокойствие, наверное, я думаю, защиты побольше от них. Самые главные защиты, я думаю, больше будет. Новое все приветствуется, поэтому я за. А какие-то, может, пожелания у вас, что бы вам хотелось бы вот в их работе увидеть? Ну, знаете, чтобы работали по-настоящему, а не так вот просто это. Вот как раньше в советское время, мне, например, уже далеко за 60-е, я помню, у меня отец, бывший в уголовном розыске работал следователем. Вот тогда действительно следователи, как эти, значит, работали, и работа была у них, как бы это, ну результаты были везде. А какие-то пожелания новой службе у вас имеются? Ну, чтобы было поменьше коррупции, чтобы тщательно и с честью исполняли свои обязанности. Лиза Цакива, Лимжан Молдобеков, программа «Факт». Это все новости к данному часу. Я с вами прощаюсь. До завтра.